К нашему эфиру присоединяется Александр Мережко, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Здравствуйте. Добрый вечер. Визит Блинкина это уже четвертый, если не ошибаюсь, по счету в Украину за период полумасштабного вторжения Российской Федерации. Это каждый раз очень важный визит. И очевидно есть вещи, которые нужно проговаривать лично, глаза в глаза. Тет-а-тет. Как вы считаете, что Блинкин приехал озвучить украинскому правительству в этот раз? Ну, прежде всего надо отметить, что этот визит происходит на фоне эскалации российской агрессии на фронте. И такой визит, он имеет важное и политическое, в том числе символическое значение, направленное на то, чтобы заверить Украину, народу Украины, правительству Украины в том, что Соединенные Штаты по-прежнему будут продолжать оказывать помощь Украине даже в такой трудной ситуации. Да, действительно, это четвертый визит госсекретаря с момента полномасштабной агрессии. Но это первый визит после того, как Конгресс принял решение об оказании военно-технической помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. То есть, по-видимому, речь идет о том, что, ну, можно предполагать, потому что мы знаем, что переговоры состоялись тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но, очевидно, речь шла в первую очередь о том, как Соединенные Штаты могут ускорить оказание военно-технической помощи Украине с учетом того, что нам пришлось ждать где-то около полгода, прежде чем было принято очень важное для нас решение. Кроме того, очевидно, речь шла и о договоре, о соглашении, которое носит характер, связанный с обеспечением безопасности. То есть, некоторые детали этого соглашения, которое будет подписано между Украиной и Соединенными Штатами, мы уже знаем. Ну, вот, скорее всего, речь шла об этом. Ну, и, конечно же, сам визит Энтони Блинкина в Украину – это серьезный сигнал Москве. Опять же, фраза, которую сегодня цитируют буквально на всех площадках – это «не поощряем, но решать Украине, как использовать оружие американское, которое дают в качестве военной помощи Украине». Как вы считаете, что услышали и что увидели в Москве? Да, совершенно верно. Дело в том, что Россия, Путин, кремлевский диктатор, они пытаются оказать психологическое воздействие на государство-партнеры Украины, на наших союзников. Они продолжают использовать различные формы и методы шантажа, в том числе говорят о каких-то красных линиях, о том, что недопустимо использовать западное оружие на территории России, хотя с точки зрения международного права Украина обладает полным правом в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, статьей 51, правом на индивидуальную и коллективную самооборону. Вот реализуя это право, мы имеем полное право вести боевые действия и наносить удары по законным военным целям на территории государства-агрессора. Это вот часть законов и обычаев войны, и это не противоречит международному гуманитарному праву. Поэтому то оружие, которое нам предоставляют наши партнеры, мы с полным основанием юридическим, моральным, политическим можем использовать для уничтожения законных военных целей на территории России. Ну и очевидно в Китае тоже сейчас будут обсуждать Путин и Си во время встречи этот момент, поскольку мы понимаем, что российский диктатор ищет новых друзей и новую поддержку, поскольку цивилизованный мир от него закрылся. Как вы считаете, в Швейцарию поедет Китай и будет ли представитель этой страны на мирном саммите? Поскольку мы сейчас понимаем, что уровень очень высокий, Китаю было бы, наверное, даже похвально и понравилось бы быть в такой компании. Ну, во-первых, есть определенная действительно политическая символика в том, что, видите, в Украину поддержать нас приехал госсекретарь Соединенных Штатов. В то время как по времени это совпало почти с тем, что кремлевский диктатор направился на поклон Китаю. Очевидно, будет просить о какой-то экономической, военной помощи. Очевидно, будет пытаться сорвать мирный саммит, который предполагается в середине июня. Я думаю, что все-таки шансы на то, что представитель Китая примет участие в мирном саммите, глобальном саммите мира в Швейцарии, довольно высоки. Здесь многое зависит также от того, сколько государств присоединится и возьмет участие. Например, даже мы рассчитываем на то, что сам президент Байден приедет и примет участие в этом саммите. Это хороший стимул для других государств, для их лидеров тоже приехать и принять участие в этом без преувеличения важном историческом событии. То есть Китай не захочет, как я надеюсь, оставаться на обочине истории и примет участие. Я не знаю, на каком уровне приедет ли, например, сам Си или Си Цзиньпинь, или же, может, министр иностранных дел или кто-то другой от имени Китая. Но шансы на это есть. И я надеюсь, что и другие государства, представляющие глобальный юг, в том числе Индия, также примут участие в этом важном саммите мира. Пишут о том, что США анонсировали новые станции против китайских компаний за помощь России. Это попытка повлиять на переговоры, которые должны будут состояться с 16-го и 18-го в Китае между Путиным и Си? Ну, скорее, речь идет о том, что Китай должен воздержаться от оказания военной помощи России. К сожалению, мы видим, наблюдаем то, что китайские компании предоставляют товары двойного предназначения, которые затем используются в военно-промышленном комплексе России. Это очень тревожные признаки, и необходимо, чтобы демократические государства оказали политическое, дипломатическое давление на Китай, чтобы Китай перестал поддерживать российскую военную машину. Это очень важный момент, и я думаю, что это должно сработать. Как вы считаете, санкционная политика сейчас усилится после визита Путина в Китай? Я надеюсь на это, потому что речь идет уже о применении вторичных санкций по отношению к тем, кто пытается помогать России обходить первичные санкции. Это очень важно, поскольку мы знаем, что Россия уже некоторым образом адаптировалась к этим первичным санкциям, в частности, связанным с торговлей нефтепродуктами, и некоторые государства превратились даже в своеобразные такие хабы, которые помогают обходить санкции. Поэтому пришло время уже применять вторичные санкции по отношению к тем, кто помогает России обходить первичные санкции. Путин сейчас пытается выставить себя таким миротворцем. Он очень часто стал говорить, произносить такое слово, как мир, не выставляет себя агрессором и пытается всячески обелить себя. В прессу и в США, и в Европе часто попадают материалы, которые, скажем так, подпевают хор этих путинистов, подпевают диктатору. Как вы считаете, сможет ли эта пропаганда российская, сможет ли это ИПСО как-то повлиять на формирование общественного мнения, как в Штатах, так и в самой Европе, и сыграть на руку Путину? Я думаю, что это вряд ли повлияет, несмотря на все попытки и на огромные колоссальные средства, которые Кремль вливает в средства своей пропаганды и пытается использовать любые возможности для того, чтобы оказать хоть какое-то воздействие на общественное мнение на Западе. Я думаю, что это нереально, хотя бы по той простой причине, что все страны, общественное мнение во всех государствах, они непосредственно наблюдают за вопиющими преступлениями России, преступлениями Кремля, военными преступлениями, преступлениями против человечности, а также актами геноцида. Это все видно на поверхности, и никакие ИПСО, никакая пропаганда не в состоянии это изменить. Ну и мы понимаем, что позиции европейских лидеров не озвучены, и Франция, Германия, Италия оказывают нам большую поддержку, как в военном плане, военной помощью, так и финансово. А вот касаемо финансов в Российской Федерации есть вопросы. В России листовали активы, которые ранее принадлежали, те самые активы, которые заморожены. И вот насколько это будет болезненным ударом, как с точки зрения денег, то есть, да, мы же говорим о больших суммах, так и о имиджевой истории. Ведь это же вещи, которые связаны между собой, поскольку Россия всегда играла мышцами, говорила о том, что мы богаты, у нас всего есть. Ну, речь идет о том, что приблизительно 300 миллиардов так называемых суверенных активов России находятся в Европе. И, конечно, не только заморозка, но также конфискация, передача этих денег Украине имела бы важные, так сказать, политические, экономические последствия. Это был бы большой удар по Кремлю, по России. Это необходимо сделать, но это, так сказать, полностью укладывается и в русло международного права, потому что агрессор должен понести наказание, в том числе материальное наказание. Вот такой институт международного права, как репарации, он тоже должен применяться по отношению к агрессору. Если мы не будем наказывать агрессоров, в том числе с помощью экономических средств, то это плохой сигнал для других потенциальных агрессоров в мире. Да, собственно, да, вот то самое, что любят в России повторять, наказать рублем, вот это оно и как бы Миранг вернулось. То есть, Эстония, например, одобрила передачу Украине активов, которые попали под санкции россиян. Как вы считаете, а сколько стран могли бы последовать такому примеру и присоединиться к этой инициативе? Ну, во-первых, очень хороший пример дают нам Соединенные Штаты, которые говорят о необходимости конфискации и разрабатываются соответствующие законы. До этого, в этой области, да. Мы будем, да. Секундочку, ну, потому что что-то со связью было, и последняя фраза, она потерялась в нашем эфире. Вы сказали о том, что пример уже подают Штаты, Соединенные Штаты Америки. Да, совершенно верные Штаты, Канада, другие государства. И государства, в частности Бельгия, где находят суверенно-удачи, идут конфискаты в Украине, но необходимо действовать совместно и пытаться убедить эти государства, что это также и в их интересах, в интересах международного мира и безопасности, конфисковать российские активы и передать их жертве агрессии. И страны Балтии, как никто это понимает, поэтому таким примером даже маленькие, небольшие по своей площади и населению государства показывают позицию, и это очень важно показывать такой пример. Спасибо вам большое за это включение, за ваши комментарии. Александр Мережко, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества был с нами в прямом эфире. Спасибо. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.